Тотальный диктант шагает по миру. В этом году в акции приняли участие более 230 тысяч человек. По утверждению автора флешмоба грамотности, это на 10 тысяч больше, чем в 2018. 13 апреля диктант писали и в России, и за рубежом. Пущенцы присоединились к акции в пятый раз. Уже есть опыт, уже некая статистика. Мы в прошлый раз принимали 24 человек у нас было, пишущих. В позапрошлых 40. В прошлом году у нас были несколько четверок, но не было отличников. А в позапрошлом у нас было 2 или 3. Нет, 3 отличника. Снежно-дождливая погода не испугала пущенцев. Несмотря на ненасть, они пришли в Центр культурного развития проверить уровень грамотности. Многие стали участниками акции в первый раз. Интересно попробовать себя. Давно уже школу закончила. Интересно, насколько остались навыки диктанта и грамотности. Мне захотелось проверить свой уровень знаний, грамотности, который давно не проверял, еще со школьных времен. Просто это интересно. К сожалению, мне в жизни редко это все пригождается, но тем интереснее было проверить, насколько это еще осталось в памяти. Ольга Усанова давно мечтала написать тотальный диктант, но стать участницей акции ей удалось только в этом году. Просто хочу проверить свою грамотность русского языка, потому что всегда очень грамотно писала, но сейчас в моем возрасте. Тем более сейчас вот все эти по телефону и смс-ки быстренько пишем, без знаков. Но я даже вот в смс-ках стараюсь все знаки припинания ставить и правильно писать. Более того, Ольга Александровна активный пользователь словарей. К справочной литературе она обращается, когда возникают сомнения как в написании слова, так и в его произношении. Перед началом диктанта пущенцев ожидали видеообращение автора текста и даже небольшой урок. Участникам акции напомнили некоторые правила русского языка. Например, как известно, между частями повествовательного, сложно сочиненного предложения ставится запятая. Нас стоит только превратить это высказывание в вопросительное, побудительное и восклицательное, как запятающие. Пример. Когда вошел тотальный диктатор и почему все задрожали абстрактно? Запятой нет. Части обменяются общей вопросительной интонацией. То же самое происходит в восклицательных и побудительных предложениях. «Тотальный диктант» – акция добровольная, общедоступная и, по желанию, анонимная. Во всех городах пишут один и тот же текст или разные его части. В этом году четыре фрагмента «Тотального диктанта» подготовил писатель, критик, литературовед Павел Басинский. Пущенцы писали текст, посвященный пьесе «На дне» Максима Горького. «Участие в диктанте – это вызов себе, состязание в первую очередь самим собой. И ваша оценка – это не ярлык, не клеймо, это повод выяснить, над чем стоит поработать», – подчеркивают на официальном сайте организаторы. Так что неудовлетворительная оценка – не повод расстраиваться, а положительная – расслабляться. Ведь великий, могучий, правдивый и свободный русский язык еще изменчив, а порой и непредсказуем. Екатерина Рускова, Андрей Михайлин, Дмитрий Строконь, ТВ «Спущено».